Привет, мои хорошие! Не помещаюсь я в кадр, либо так, сидя, либо только вот эта вот часть. Но я хотела вам показать свою кофточку вот с таким милым котом. Как-то я уже в нём снималась, и мне уже писали, что и дома чёрный кот, и на кофточке чёрный кот. Так, ой, как там мне показаться? Так, я в джинсах, в кофте. Была у меня ещё жилетка одета, но я, девочки, спарилась. На улице замечательная погода. Я только-только вот пришла в дом. Даже вот очки ещё не сняла. Не сняла очки с головы. Обычно я, конечно, их одеваю так, как это положено, но в автобусе сидела без очков. Сняла, надела так на голову. Ну, так и дошла. Сегодня у меня такой день, деловой день. Я направилась на почту. Не люблю нашу почту. Теперь, когда отремонтировали на площади, не на площади, на Ленина, почту 26-ю, я хожу только туда. Мне там так нравится. Никакой очереди. Пришёл, нажал кнопочку, талончик получил. И тут же тебя вызывают. Вот. Моментально. Три точки и четвёртая для посылок. Я вам показывала, какая замечательная у нас теперь почта. Это я уже всё поотрезала. Вот. И уже теперь платить я хожу туда. Тем более мне очень удобно, если мне надо там и денюжку положить, и Фаберлик у меня рядом. На нашу почту. Хорошая у нас почта, но я не очень люблю этот весь промежуток грязной дороги. Тоже вам показывала это. Ну, после того, как я оплатила, а оплатила я сегодня так замечательно, я рассчитывала, что у меня будет много-много коммунальных этих платежей, потому что уже в апреле у нас, 15 апреля, уже отключили в квартирах отопление. Вот. А когда отключают отопление, значит, газ в домах становится дорогой. И хотите греться, значит, платите дороже. Вот. Но я не отключала отопление, я всё время грелась, потому что дожди шли, ветры были сильные, всё это выдувало, было холодно. Вот. То кто-то ко мне придёт, говорит, ой, мы дома замёрзли у себя, и Аришка, говорит, у них прохладно, и Люда прибежала, говорит, ой, можно у тебя погреться. Вот. Ну, хочешь погреться, за это ведь надо платить, а я не отключала отопление. Вот. Думаю, чтобы не было никакой дома сырости, потому что начинается вот такая вот сырость, начинают в дом ползти мурашки, слизни. Вот откуда они ползут, кто их знает. говорит, ну, вот у меня одно место есть, где на кухне мурашки появляются. Вот потом, конечно, побрызгаешь, их забрызгаешь, они, их нет уже. Вот. И всю зиму нет, ну, вот, смотрю, тут уже одну мурашку я убила. Видно сыро всё, всё равно сыро было. Вот. Ну, и заплатила я девочке. Мне, когда назвали сумму, я так обрадовалась. Я говорю, вы, наверное, что-то неправильно посчитали. Вот, даже надо достать, достать эти квитанции все. Вот. Квитанции все. Где это мои квитанции? Вот они. Вот, проверить потом. Даже мне сказали, говорит, за телефон вам платить не надо. Мне в прошлый раз сказали, что за телефон, за домашний телефон. Я практически им не пользуюсь. У него, плачу только абонентскую плату, я хотела его отключить. Вот, представляете, 30 лет стоять на очереди за телефон, на телефон, потом его провести, и появились сотовые телефоны. И домашний телефон практически, практически не нужный, совершенно. Я говорю, я за прошлый месяц, я ни разу не позвонила с него. Вот. Потому что на сотовых везде даются бесплатные минуты. Но они, конечно, не бесплатные, они входят в тариф, и за все мы, конечно, за это платим. Но все равно у меня там каждый раз дается на телефоне 200 минут, бесплатных минут этих, и я их никогда не проговариваю. Знаете, когда есть вайбер, то обычно про то забываешь. Все через вайбер болтаешь. Вот. И по-домашнему оплатишь, и все. Ну, а я как-то позвонила, говорю, слушайте, а можно это отключить, домашний телефон? Мне он совершенно... Зачем я за него плачу? Нет. Тогда у вас отключит и интернет. Ну, вот. Как хитро, правда? Ну, и что? Да, девочки, это я уже сварила кофе, уже его пью, потому что очень мне хотелось кофейку попить. Я прибежала, быстренько помыла руки, поставила вариться кофе, напилась воды. Я воды мало пью, но вот если уже вот походил где-то по городу, жарко, тогда вот приду, хочу, хочу пить. А так вот я с водой, у меня как-то, я не знаю, я вообще воды очень мало пью. Я не могу себя заставить. Вот. Так. Ну, о чем же я хотела вам говорить? Ну, так как у меня осталось 20 рублей, а я, когда получила пенсию, я отложила побольше. Думаю, тут же надо много будет платить, потому что, в принципе, нагорело так же, как и прошлый месяц, но все должно быть дороже. А у меня оказалось вот то, что я доложила побольше, у меня они остались. Поэтому я решила, что надо съездить в Фикс Прайс. Но поехала я совершенно в другой. Не в тот, который я постоянно езжу, который возле библиотеки Ленина. Вот. А я поехала в континент. Думаю, ну, может быть, там остался корм для котов. Может быть, где-то еще есть. Но не буду же я по всему городу ездить. Правда? Ну, обошла все эти ряды. Нигде даже, даже кормушек нет. То ли они вообще все убрали, то ли все разобрали. Вот. Подошла к девушке, говорю, девушка, корм когда будет? Она говорит, не знаю. Вот ждем, вот давно не привозит. Я говорю, а чем же кота кормить? Пожала плечами. Говорит, сами ждем. Тоже нужен корм. Вероятно, он будет дороже, но пусть бы он уже немножко был дороже. Но все равно то, что кот ест, естественно, я ему покупала. Но в этих вот точках кот и пес здесь, конечно, цены выросли в два раза. Если его можно было купить копеек за 80, то они в два раза 80 теперь. Вот. На такие подвиги я не способна. Теперь мне проще купить ему печенку, варить, жарить ему. А тем более она ему нравится. Тем более она ему нравится. И это я знаю, что я ему дала, и он будет сыт. Ну, и сушку, конечно, я покупаю. Но там же тоже проблемы стали, что не привозят с рыбкой. То, что он любит. Ой, я говорю, кругом? Кругом обо что? Девочки, ну, давайте будем смотреть, что же я купила. Ну, я же не могла уйти с фикс-прайса просто так. Сегодня я рассмотрела, что есть. Вот Марина показывала коробочки. Так я всё время ходила, и я этого не видела ничего. Ну, вероятно, потому что мне это не надо. Вот. Но сегодня я вот ходила по этим рядам, думаю, ну, приехала. Ну, пойду я посмотрю. Может быть, что-то я не вижу. Вот коврик мне там понравился. Я же с ванной повыбросила коврики. Тот, который я покупала в фикс-прайсе в прошлый раз, знаете, такой розовенький. Во-первых, он был бяка. Он почему-то всё время прилипал к ногам. Если у меня там, я обливалась душем, и на него попадала вода, он становился мокрый, хоть выкручивай. Я его потом вешала, и он у меня стекался, и сох очень долго. В общем, бяка. Я его выкинула на улицу, закрыла там место, где у меня трава, чтобы трава не росла. Ну, и тут ерунда получилась. Там же дырочки, и трава просочилась. Вот я вчера поднимала его, обрывала. Короче, он такой весь у меня изнутри стал кучерявый, травянистый. Тоже ерунда, короче. Но сейчас я увидела, 7 рублей стоит неплохие 50 на 80, неплохие коврики такие. Они как, ну, как с коврового комбината, только снизу клеёнчатое такая. Вот именно, что оно непромокаемое. Вот она мне понравилась, но я как-то вот думала, что я ещё пойду на рынок. И думаю, ну, что я, мне его, как его скрутят, как я его, и сумка одна, и сумка на колёсах, и ещё этот коврик. Думаю, как-нибудь я другой раз. Вот. Ну, что я купила? Что я купила? Во-первых, я купила шампунь. Девочки, вот шампуни. Шампуни ещё есть старые завозы. Хорошо, цены не меняли. Вот такой шампунь я покупала как-то. Это для блондинок, без вымывания цвета, и с органой, и с кератином. Вот такой шампуньчик полкилограмма, пол-литра. Пол-литра? Да, пол-литра. Вот. Как он пахнет, я не помню, правда. Пахнет хорошо. И мне этот шампунь как-то вот, я его брала, мне он понравился. Потом я начала экспериментировать один-другой, и тут смотрю, опять есть этот шампунь. Я, естественно, его прихватила. Вот не купила ополаскиватель. Я вот не помню, был ли этой серии тогда ополаскиватель. Потому что без ополаскивателя, без бальзама я не могу. Волосы сухие. И это самое, даже мне сегодня, я ехала в автобусе, и женщина рядом со мной стояла, беленькая-беленькая. И что-то мне так захотелось обратно мне отбелить мои волосы, потому что я же последнее время, всё время крашусь светлый блондин бежевый. То мне вот хотелось. Потом очень светлый блондин бежевый, потом просто блондин... В общем, захотелось мне быть белой. Ну, там будет видно. Два рубля стоит шампунь. Купила фасоли. Три банки. У меня в холодильнике её уже нету. Я её уже съела. Это очень удобно, когда ничего готовить не хочется. Баночку открываешь, жидкость сливаешь. На сковородку разогрел кусочек филешка куриного. Огурчик, помидорчик. И всё замечательно. А последний раз я тут вообще из последней банки я варила суп. Вот захотелось мне супа, и всё. Вот когда вот было холодно, хочу супа. И думаю, ну какой же мне суп сварить? Вот борща не хочу, хочу суп. Вот. Думаю, фасоль у меня есть, картошка есть, морковка натертая в морозилке есть. Открыла баночку, воду слила, а хотя и можно было не сливать. Вот такая вот была она с томатным соусом. Можно было не сливать, а добавить в суп. Суп получился вкусный. Ну, варила я, конечно, немножко, чтобы мне только так два разика скушать. Баночки пока ещё по одному рублю. Купила чай. Чёрный. Душистый чабрец. И шалфей, по-моему, тут написано. Нормально. За рубль замечательно. Вот. Зелёный, наверное, я бы не покупала, потому что вот я купила с ромашкой, но купила его в светофоре. Очень долго надо его держать, чтобы он цвет такой вот дал. Хотя я люблю насыщенный цвет в чае. Вот. Ну, а тут вот он сам по себе чёрный. И что-то последнее время меня потянуло на чаи с травками. Вот. Купила конфетки. Увидела такие конфетки. Они с экстрактом облепихи, с мёдом и с витаминами. Пощупала, пощупала. На рисунке они такие вот интересные. Думаю, какие же они там просто стекляшки или в бумажках. Конечно, хотелось, чтобы было в бумажках, потому что я такие конфетки люблю ложить в сумку. Обычно я покупаю такие вот зелёные бумажечки с крестиком. Мята и ментол, по-моему, там. Или эвкалипт. Точно не помню. Вот. И всегда у меня в сумке лежат такие стекляшки, потому что бывает... Заскребёт в горле и начинается кашель. Вроде бы от чего, если не кашляешь? Кофеёк. Вот. И это самое. И хочется побыстрее положить конфету в рот. Пососать, чтобы кашель прошёл. Потому что так как сейчас вот этот вот проклятый вирус, этот ковид, стоит кашлянуть, сразу на тебя оборачиваются, смотрят. А я, девочки, хожу без маски. У нас очень много народу ходит без маски. Хотя на магазинах везде, на автобусе висит табличка. Одевайте, заходите, одевайте маску. И единственный магазин – это коммунарка, куда вот приходишь. Они говорят, у нас камеры, одевайте маску, иначе мы не имеем права вас обслуживать. А так народ ведёт себя свободно, как будто бы у нас ничего нет. Мы здоровы, и у нас... У нас нет ковида. Ну, нет у нас его. У нас всё замечательно. И уже, вот знаете, как прошло время, уже столько много, уже не слышно как-то. Да, вот по телевизору, в новостях, вот такое-то количество людей заболело, вот такое-то количество людей выздоровело. Но так, чтобы вот слышал, вот там такая тяжёлая, там такое, там такое, уже такого нет. То, вероятно, всё-таки он ушёл на спад. И где-то что-то... Не обязательно ковида, может быть, просто какая-то простуда. Да, тем более уже лето на носу. Всё эти вирусы должны куда-то улетучиться. Так вот, хорошо я уже вот распаковала. И вот здесь вот такая конфетка. Вот такая она, жёлтенькая стекляшечка. И очень хорошо, что они в бумажках. Поэтому вот таких конфет я положу себе в сумку. И Максюша мой что-то последнее время, когда приходит, он уже не смотрит шоколадную конфетку. Он смотрит, говорит, а у тебя есть стекляшки какие-нибудь? Ну, вот тоже, вероятно, ребёнку хочется уже чего-то другого. Всё. И последнее, девочки, что я хочу вам показать. Я купила баранки. Вот такие вот интересные баранки. Я как раз думала, поеду с фикс-прайса, зайду на рынок и куплю себе. У меня нету ни хлеба, ни баранков нету, ни булки, ничего нет. Я последнее время вот не покупаю хлеб, не хочу я его. Не покупаю батоны, я их не хочу. Ну, а подсела на баранки. Там у нас в горячем хлебе 6 баранков, рубль 23 стоит. Если они с маком, рубль 53, наверное. И если сверху политое шоколадом, то, по-моему, рубль, то ли рубль 60 с чем, то ли рубль 80. Ну вот, я беру самые обыкновенные, потому что мака там с гульки нос, а шоколад там тоже, его капельку сверху полили, совершенно бесполезное дело. Вот. И думала, что поеду с фикс-прайса, потом я зайду на рынок, куплю. А тут смотрю баранки. Такие интересные, смотрите, какие. И мягенькие. Я их пощупала, конечно, так вот через эту бумажку. Думаю, если деревянные, брать не буду. А они мягкие. И вот, когда уже вышла, пришла на остановку, я, знаете, я пожалела, что я не купила две упаковки. Ведь с ними ничего не случится. Вот. А так, вот, лежал, не надо было бы, допустим, ну, на завтра. Я бы не завтра бежать здесь, на завтра мне тут хватит, и на послезавтра мне и хватит кофейку утром попить. Вот. Пусть бы они были, тем более, смотрите, они с этим самым, с апельсинчиком, с ароматом апельсинчика. Признаюсь честно, я уже один баранок попробовала, потому что я уже и кофеёк почти допила, и баранок съела. Аромат есть, конечно. Есть аромат не такой, конечно, ох, насыщенный, но аромат вкусный. Вот, мне баранки понравились, и тоже стоит рубль. Вот, девочки, я сегодня всё рубль, 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 рубль. Только эти самые, этот, шампунь два рубля стоит. Вот. Мне такая цена нравится. Вот эта цена мне очень нравится. Сейчас я посмотрю, сколько у меня там минут. Могу ли я с вами ещё болтать? Так. Что это такое? Могу, но уже много наболтала. Уже много наболтала. Вот. Вот такая цена. Вот знаете, когда открывались фикс-прайсы, когда был рубль два, три. Прекрасная была цена. Туда хотелось ходить чуть ли не каждый день, что-то высматривать и что-то покупать. Но сейчас, когда стало семь, девять, двенадцать уже сегодня я видела. Вот Мариша показывала в своих видео, у неё такие ящики там оранжевые, вытаскиваются три этих штучки. Девочки, двенадцать рублей. Двенадцать рублей пять долларов за этот пластмассовый ящик. Пять долларов. Я уже на доллары перевожу, потому что, когда говоришь двенадцать рублей, это ж вообще ужас. Это ж вообще ужасная цена. Было бы там что? Обыкновенный пластмассовый ящик. А пластмасса-то ведь, она всегда была у нас дешёвая. Очень дешёвая. Вот, свечка. Вот свечка мне очень понравилась в стеклянном стакане, закрытая такой вот этой самой пробкой, крышкой. Девять рублей. Девять рублей. Правда, я в Вейвен тоже купила свечку, тоже дорого. Тоже дорого. Что это она была? Почти четыреста рублей. Это ж тоже дорого. Это что получилось? Четыреста рублей, три пятьдесят, три пятьдесят семь. Это вообще четырнадцать рублей. Но это заказал, там ещё скидка двадцать процентов. Это как-то не подумал об этом. Но когда тут вот прямо вот взять и оторвать от сердца девять рублей, ну, дороговато. И они стоят, вы знаете, как-то вот. И народу стало в экспрессе очень мало. Очень мало стало народу. Если раньше как-то приходишь, не протолкнуться, не это самое. Люди стояли с корзинами, наполнены товарами этими. То сейчас уже как-то приходишь свободно, пусто. Ходи, выбирай. И я даже перестала конфеты даже особенно покупать. Раньше я без конфет с фикс-прайса не приезжала. А теперь я конфеты даже и не смотрю. В светофоре намного дешевле. Если в фикс-прайсе двести грамм за два рубля, то в светофоре можно за два пятьдесят купить полкилограмма. Вот, поэтому мне нравится больше сюда. Но в фикс-прайс тоже иногда хочется съездить. Ну вот всё. Но теперь уже всё точно, девочки. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok